Какие симптомы сопровождают гипервентиляцию вашего организма? Кислорода в крови. А этот баланс должен быть поддержан. И при вот таком неритмичном глубоком дыхании у вас происходит накопление кислорода в крови, а отсюда возникает вот эта гипервентиляция. Прежде всего это расщепление вашего сознания. Некоторое такое как бы наркотическое опьянение от кислорода. Так что кислород бывает иногда вреден. И в когнитивном познании реальности это очень важно разрушается, ваша когнитивная карта мира. Мало того, что он воздействует, этот избыток кислорода, и на сосуды, которые могут сузиться и произойти разрыв. Так вот, посмотрите и запишите, я перечислю вам эти симптомы при гипервентиляции. Это вот некое обморочное состояние. Вот кто-то называет это расщеплением сознания, кто-то называет дирализацией, деперсонализацией. Вот это предобморочное состояние, потемнение в глазах, мушки, ну какие-то мушки бегают, какой-то туман может быть, сужение полей зрения. Вот по краям не видно, в это время очень опасно через дорогу проходить, вы не увидите, как машина едет. Галлюцинации. Галлюцинации, как отрицательные, вы не видите, где лежат ваши ключи или сумочка. Или какие-то галлюцинации, когда вы видите зеленых человечков. Вот это расплывчатость зрения, даже некоторые слепота, вот как называют куриные слепота. Вот это влияние сосудов, потому что гипервентиляция прежде всего работает через биохимию крови. Мы поговорим в другом ролике. Второе, что важно, это наступает ощущение дежавю. Ну, типа, вы уже это где-то видели, вы уже где-то это слышали, вы уже это переживали. А хотя бы никогда вроде этого не видели, никогда вроде этого не слышали. То есть навязчивое ощущение, что подобные события уже происходили или еще будут происходить и неоднократно. Так работает наш мозг. И отсюда человек делает выводы, хрен знает куда его заводящие. И думает о том, что это его подсознание, интуиция, прошлые жизни. Ой, ужас, в чем можно надумать. Что еще? Это вот самое главное. Потеря реальности. Человек теряется в этой действительности. Его карта сужается, как шагрень его кожа и даже уже не промокашкой. Он представляет себя в каком-то параллельном застеклянном мире. Вот оно состояние дереализации. И личность, он уже теряет, кто он такой? Он уже превращается в кого-то другого. Я не я. Вот это деперсонализация. Когда он не понимает, а здесь я нахожусь. Вот это все в комплексе и создает вот такое нарушение нашего сознания. И те техники с дыханием, которые экспериментируют, холотропное дыхание, цигун и медитации, когда еще кровь перекрывают, то тогда происходит вот это измененное сознание, когнитивный дисбаланс в сознании. И человек может делать самые отвратительные выводы. Выводы по поводу своей личности, выводов по поводу своего восприятия реальности и выводы о том, как он в этой же реальности живет. Поэтому гипервентиляция – это отравление кислородом, может быть, даже хуже, чем отравление углекислым газом. Отравление углекислым газом заснул, и, как говорится, все. А тут хрен знает, что происходит в голове, и какие отсюда могут произойти сюжеты, не знаю. Но бывают сюжеты так же, как и при отравлении углекислого газа, летальные. Происходит расщепление сосудов, спазм сосудов, кровоизлияние и прочие-прочие мерзости и гадости. Поэтому важно поддерживать в крови дисбаланс кислорода и углекислого газа. Так что углекислый газ не всегда вреден, а кислород не всегда полезен. Думайте об этом. Продолжение следует...